Ну и к другим темам. Каникулы без выстрелов. Еще одна группа школьников из Донбасса отправилась на отдых в Россию. В Таганроге они проведут три недели. Ребят провожал и наш корреспондент Сергей Макаренко. В оздоровительный центр «Ромашка» поехали отдыхать 750 детей из Донецкой Народной Республики. На родину Антона Чехова отправились ребята из Донецка, Макеевки, Дебальцева, Енакиева, Тореза, Докучаевска, Тельмановского и Новоазовского районов республики. В возрасте от 6 до 16 лет. Понятно, в основном это школьники. Вот что они нам рассказали об ожиданиях от этой поездки. Я еду в город Таганрог в лагерь «Ромашка». Я хотела там отдохнуть, набраться силы и потом вернуться в школу и там уже учиться хорошо на хорошей оценке. Может быть, ты знаешь, что Таганрог – это родина Чехова? Да, знаю. У меня сестра в том году ехала, она мне рассказывала, была на экскурсиях интересных. Я даже видела на фотографиях, она мне показывала домик Чехова. Сама, назовем ее так, смена для отдыха запланирована на 21 день. Практически каждый день ребята будут посещать различные экскурсии в Таганроге. Более того, этот оздоровительный центр находится на побережье Азовского моря. Стоит добавить, что это уже не первая поездка детей ДНР на оздоровительные центры Российской Федерации. Об этом нам рассказал представитель Министерства образования и науки ДНР. Мы еще раз организовали выезд наших детей на оздоровление. Это 21 день, это все согласно программе российской по оздоровлению детей ДНР. И эта программа идет уже на протяжении всего лета. Это очередной выезд. Как я уже сказал, дети это из разных районов, городов ДНР. В основном это дети из так называемой зоны риска. Это 15-километровая зона от линии столкновения, где оперативная обстановка сейчас в буквальном смысле наколена до предела. Например, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР более 600 раз. Вдумайтесь, и даже если дети от боевых действий не пострадали, самих боев не видели, то такой накал совершенно точно отражается на их здоровье, совершенно точно отражается не позитивно. Отдыхать от этого на самом деле нужно. Тем более, что буквально через несколько недель детям снова придется сесть за школьные парты. Сергей Макаренко, Павел Чуприна, Александр Левин. Live из Донбасса.